Вот представьте, вы на даче. Чувствуется, что это барашка. Тук-тук. Я твой друг. Дальше, как я обещал, будет эксперимент. Всем фуд-привет! Меня зовут Макс Брант. Сегодня второй день лета, и многие рестораны начинают сооружать свои уличные веранды. А это значит, что буквально неделя-другая, и я поем по-настоящему горячую еду. Доставки в последнее время разочаровывают. Надеюсь, сегодня все пройдет без обломов, ведь это обзор доставки ресторана обломов. Лайк за очень крутой и рифмованный каламбур. Это одно из немногих заведений, куда я ходил без камеры. Мы праздновали какую-то годовщину. А вообще хотелось сделать с обзор доставки месяца полтора назад, но, к сожалению, или к счастью для них, из меню они ничего не везли. И вот буквально пару дней назад я увидел, что они доставляют продукты, замороженные пиццы и шашлычку бай обломов. Как и в прошлом видео, я решил разделить заказ на два дня. В первый день шашлык, второй день пицца. Я пока пойду сделаю заказ на сайте, а вы напишите в комментариях, как давно на меня подписаны. Может быть, некоторые помнят слабой вызов. Некоторые подписались только на фуд-контент, а многие не подписаны. У них красная кнопка не сделана серой. В общем, делайте, пишите, а я пошел заказывать. Сервис нормальный, хотя я бы его назвал хорошим, потому что в последнее время приезжала так себе. Менеджер позвонила через 6 минут после оформления заказа, сказал, что в течение часа привезут. Никто за язык ее не тянул, потому что на сайте написано час-полтора, и привезли, конечно, за час-двадцать пять. Но, очень интересно, приехал курьер из ресторана со своим раскладным деревянным стульчиком, чтобы бесконтактно мне это все делать передать, и при этом не ставить на пол, так сказать, в подъезде. И давайте смотреть, что при... Так... Фирменный крафтовый пакет ресторана Обломов. И, собственно, давайте мерить температуру всех наших блюд. Тридцать два, тридцать один даже почти. Здесь у нас тридцать четыре, тридцать пять. Здесь у нас тридцать пять. И здесь у нас тоже тридцать четыре, тридцать пять. Шашлык и стелятелин должны весить двести восемь грамм со всеми ингредиентами. Двести сорок восемь даже с металлической вот этой вот ложкой, это, конечно, не очень хорошо. Понятно, что можно не придираться, но я вам сказал, а вы уже сами делайте свои выводы. То есть, приехало самым холодным, то есть, тридцать один, тридцать два градуса, это, ну, не то, что минимальная температура, когда хочется есть. Просто мясо, это очень капризное в доставке блюдо. И я просто задумался, отдали ли мне приборы. И приборов, друзья мои, тоже нет. Я думал, что они здесь, но здесь зелень, ну, в большом количестве, ну, видимо, для, так сказать, атмосферы, лаваш, а приборов нет. Ну, а было же, друзья мои, всё нормально, 690 рублей стоит 180 грамм шашлыка, плюс социбели, плюс ещё вот такой вот уже подвялившийся лучок. И давайте просто проверим на мягкость. Ну, слушайте, тут уже, конечно, никакой мягкости нет. Да, и повторюсь, что мясо, особенно шашлык, один из самых капризных в доставке блюд. И я думаю, что в этом плане по соперничеству может только картошка фри, которая тут же индивеет и, собственно, уже не так приятно есть. Ну, 690 рублей. Конечно, неправильно пересчитывать в цену магазинной телятины, то есть 180 грамм умножаем на 5, то есть около 3200 рублей в магазине бы стоило килограмм. Потому что всё-таки это блюдо, а не сырое мясо. Но в любом случае это дорого, и я хочу, чтобы такие блюда приезжали в наилучшем виде. Да, она нежная, она хорошая, но реально вот я только соприкоснулся и чувствую прохладу. Половину просто кайфа, так сказать, на убыль. Вторую часть куска жую, и прям чувствую, что очень-очень много здесь соли. И сверху, и внутри, то есть это, видимо, такой маринад, или что-то, ну... Мягко говоря, не самое вкусное терящее в моей жизни. В доставке своих денег не стоит. Лук нормальный, сочный, свежий. И давайте попробуем с соусом с отцебели, который идёт в подарок, как бы в довесок ко всем видам шашлыка. А так он стоит, по-моему, 110 рублей на сайте. Посочнее, но температура этого не повысилась, поэтому чуть стало прянее, чуть приятнее. Но, опять же, этот шашлык уже не спасти. Даже микроволновкой. Даже моей. Шашлык из свиной шеи, масса такая же, 180 плюс 50 плюс 50. Опять недорез. Свинина 390 рублей, что на 300 рублей поприятнее. Но, ох, я прям ожидал, прям мечтал, что она будет наиболее мягкой. Но вот тут просто, ну... Эти, мне кажется, можно гвозди забивать. Ну ладно, гвозди нельзя, но жидкие гвозди можно забивать. Есть след от шампура, то есть здесь всё правильно в плане маринада, в плане готова, в плане рецептуры. Но в доставке не едет. Сделано в 13.05, сейчас 14.30. Да, то есть полтора часа назад это было сделано и упаковано. И никакое мясо, даже самое нежное, самое сочное, самое свежее, не будет крутым у вас на столе в доставке. Как бы это уровень, знаете, вот дачных, самодельных, не очень получившихся шашлыков. Вот представьте, вы на даче, выбрали хорошую свинину, начали готовить, отвлеклись, у вас это передержалось. И вот, собственно, вы получаете не до конца, но испорченный, хороший продукт. Это, конечно, еда. Этим можно насытиться, но 390 рублей я хочу платить за что-то вкусное, что-то прям приятное. Здесь, я понимаю, каким-то могло быть, должно быть, и то, что приехало, конечно, день и ночь. По соли здесь плюс-минус всё в порядке, лучше, чем в телятине, но опять же, ну всё. Тук-тук, я твой друг. Давайте для 4-х спирт попробуем вместе с соусом. Никак, более пряно стало, более пикантно. Масса баранины должна быть такой же. Ну, здесь максимально приближено, но опять же, здесь металлическая-то тут косолетка весит тоже прилично. Пахнет очень приятно барашком. И написано, что здесь использовано баранье яблоко, это одна из самых мягких частей в бараньей туши. Давайте проверим, насколько она мягкая. И мне кажется, здесь максимальная мягкость по сравнению с тем, что мы пробовали до этого. Режется, конечно, уже фиговастый. Если бы ко мне приехали пластиковые приборы, я думаю, вообще бы я не справился. Но имеем, что имеем. Ну да, такое чувствуется, что это барашек. Градусов бы 10, может быть 12 повыше. Было бы нежно, таяло бы во рту, вы бы два раза жевнули, все. Растеклось бы, но в данном случае, опять же, мы теряем очень много из-за доставки. Я понимаю, что всем ресторанам нужно выживать. И я готов поддерживать информацию рублем бизнеса. Но адекватно нужно оценивать свои силы. Если вы везете в любую точку Москвы, вы должны понимать, что те, кто дальше от вас радиуса 2 км, могут получить подобное и потом рассказать друзьям или подписчикам, что вас заказывать не стоит. Мне этого делать не хочется, но все все видят. Огромная кость, половина жира на одном куске, здесь тоже довольно много. Не знаю, может быть он и должен идти в этот вид шашлыка, но мне все-таки хочется платить за мясо, потому что цена 570 рублей, друзья мои, за жир, за кость, за недовес, за прохладную подачу блюда. Ладно, надеюсь, люля-кебаб меня не разочарует. Делаем ставки, господа, будет ли люля-кебаб с недовесом. 180, 50, 50. Да, друзья мои, опять 23 грамма недовеса, и это, повторюсь, с учетом даже металла. Самое приятное по цене блюдо, и я вижу, что самое нежное, самое мягкое, еще ароматное, то есть 390 рублей за 3 не очень больших, но и не сверх маленьких куска люля-кебаба из курицы. Это блюдо реально за сегодня самое вкусное, потому что даже в холодном виде можно смело это есть, и вы максимально, ну, сколько возможно, кайфонете. Лук на месте, специй тоже хватает, солью не переборщили, и нежное мясо, то есть что еще нужно? Нормальную температуру. Из обычного меню ресторана обломов ничего не везут, и может быть это к лучшему, то есть у них сейчас тестовая доставка мяса в виде шашлыка и пиццы. Блюда неплохие, они недостаточно хорошие за эту цену в доставке. Если бы эта еда стоила для меня там рублей по 200-250, я думаю, что я бы более снисходительно относился, но за 500-600 рублей или даже 350, хотя люля-кебаб более-менее еще был. Ну, как на канале редакция, делайте выводы сами. Вообще остыло, пока болтал. Салат очичук 150 грамм. Ну, тут 200, тут молодцы. Лучше бы эти там 10-20 грамм проскидали на мясо. Томаты, кинза, оливковое масло и соль. Что интересно, на сайте написано салат очичук в одно слово, здесь написано салат очук, чук в два слова. В общем, разнятся все названия, и в ресторане Мседоне было, по-моему, очик-чучук, то есть то же самое блюдо. По запаху прекрасно, свежайшие, сочнейшие помидорки, кинза, маслица, соль. Реально здесь все играет. То есть салаты сложно, точнее, сложнее довести плохо. То есть они изначально прохладной температуры, в них уже выделяется сок. Очень приятно и стоит всего 190 рублей. Естественно, в домашних условиях вы сделаете это дешевле. Но в ресторане, пускай даже и в доставке, эта цена очень-очень адекватная. Реальный, реальный кайк. В общем, встретимся через несколько секунд, а для меня придет целый день. Во второй день я решил сделать заказ по телефону по двум причинам. Первое. На сайте ресторана Обломов нельзя заказать пиццу. Второе. Смотри первый пункт. Милая девушка-менеджер по телефону сказала, что, к сожалению, сейчас пиццы из Обломова не доставляют, но есть BB-кафе из их же холдинга, где такие же пиццы, только другие. По времени ничего обещать не стали, я так понимаю, что час-полтора их стандартное время доставки. Заказал четыре пиццы. Две полуфабрикатные, две готовые. Готовая пицца с пармской ветчиной 31,29, мало. И с грибами 34,35. Пармская ветчина должна весить 450 грамм. Ну, слушайте, практически да. Томатная основа, моцарелла, помидоры черри, пармская ветчина, микс-салат и оливковое масло, так заявлено у нас в ингредиентах. Слушайте, тесто очень интересное. Оно такое чуть с корочкой и чуть подостыло, но в любом случае оно прям было очень и очень... Неплохо, в меру солоновато, вкусно, но, опять же, доставка. Сыр качественный, пармская ветчина тоже очень высокого уровня. Ну да, то есть такую ветчину не стыдно даже с бутером утром есть, не то что в пицце. Была бы поверничею, я бы ей поставил пятерку, так, ну, четыре даже с минусом. Помидорочки свежие, и их положили после того, как пицца уже была готова. Про цену забыл сказать. 790 рублей, и до этого я так хвалил вкус и потенциал этой пиццы. А сейчас я понимаю, что 790 рублей в доставке этой пиццы не стоит. У Зотмана есть подобные пиццы, подобного размера, там, в два раза дешевле. То есть это вкусно, вкуснее в перспективе в самом ресторане, но в доставке за такую цену брать, посоветовать не могу. То есть, опять же, на ваш страх и риск, но второй раз в доставке я бы это не взял. Пицца с грибами 450 грамм 536. Вообще замечательная, и она еще более-менее теплая. Пицца с грибами 640 рублей и состав. Пицца на сливочной основе с сыром моцарелла и ассорти свежих грибов. Белые грибы и шампиньоны. Подается с рукколой и поливается трюфельным маслом. 640 рублей пицца с грибами и обещали, что будет с рукколой. Рукколы я не вижу. И в целом очень простенький такой вот набор продуктов. Понятно, что белые грибы стоят дороже, чем шампиньоны. Но я не понимаю пока мотивации заказывать эту пиццу. Моцарелла уже прям вообще в чертва. Пицца вкусная, это 100%. Но, опять же, была бы она потеплее и не стоила бы столько. В доставке 640 рублей за эти деньги можно взять две пиццы в ресторанах, которые специализируются на доставке пиццы. Я думаю, что вы не обломаетесь. То есть, здесь хорошие грибы и белые шампиньоны. Хорошее тесто, пускай и заиндевевшее. Много сыра. То есть, качественно сделано за немаленькую цену. Но доставка все это, так сказать, у нас ворует. Трюфельного масла много, а вот рукколы заявленной нет. Вроде как мелочи. Понятно, что это больше как декор. Но в любом случае могло быть чуть лучше в этом. Могло быть лучше по скорости или по температуре. То есть, если вы делаете доставку премиальных блюд, то нужно их и премиально довозить. Ну, я не знаю. То есть, это съедобно, но нецелесообразно это брать в достатке. Господа, нужно признавать косяки. Все-таки рукколы была, но в отдельном контейнере, в другом пакете. Давайте рассмотрим теперь полуфабрикатные пиццы. Написано. С пармой полуфабрикатная. С пармой у меня уже была. И при открытии мы видим, что здесь моцарелла, здесь пармезан, томатный соус и основа. Я так понимаю, что все-таки это салями, потому что салями идет тоже в отдельном контейнере. Это нужно все положить сверху и запекаться на 5-6 минут при температуре 240 градусов. Слушайте, довольно много кусков колбасы, но стоит такая пицца 790 рублей. Плюс, конечно, да, для таких ресторанов, что они делают в том числе полуфабрикатные вещи, потому что, как мы видим, в обычное время обычная готовая пицца приезжает прохладно. Не прям холодно, но есть ее менее приятно. Я надеюсь, что здесь будет все с пылу жару, доступится сырочек, подвялится колбаска и будет все замечательно. В общем, пожелайте удачи. Еще одна пицца ПФ – это 4 сыра за 790 рублей. Здравствуйте. Ну, слушайте, сыр они не пожалели, но в составе написано 5 сыров, друзья мои. Вот такая вот история. Сливочная основа, сыр Таледжо, Грана Падана, Моцарелла, Пармезан и Горгонзола Пиканты. Все сделали по рецепту, прогрели духовку и 7 минут выпекали эту пиццу. Вот, то есть краешки уже такие прям звучащие, хрустящие. Ну, это уже более приятно, чем предыдущие. Местами 80 градусов, естественно, я такую температуру в доставке не жду и не хочу, но, по крайней мере, сейчас мы понимаем, что только с пылу, только с жару. Вот, друзья, вот это пицца, которую приятно уже поглощать. Повторюсь, 790 рублей за полуфабрикат. Это немного, потому что пицца у них хорошая и качественная. Просто когда готова приезжает, сами понимаете, а когда вы сами разогрели, это и приятно, и, я так понимаю, что вкусно. Ваше здоровье. Салями очень и очень высокого качества. Как только я их достал, сырыми, они прям были суперароматными сейчас. Они, помимо того, что ароматные, еще и приятные вот солоноватые. Ну, как и должны вести себя настоящие итальянские салями. Правильная вкусная пицца, хорошая основа, много сыра, крутые колбаски. Вот, вот и нужно. Не доставляйте вы готовую пиццу в дальние, так сказать, дали. Потому что полуфабрикат отлично себя ведет на кухне. Потому что я думаю, что у всех есть духовка, а у кого нет, смотрите следующую пиццу. Хруст, аромат, вкус, визуальщина, все на высшем уровне. Это и нужно потребителю, друзья мои. Не везите, еще раз повторяюсь. Готовые пиццы далеко. Будет хуже. Это прям кайф. Дальше, как я обещал, будет эксперимент. Основную часть пиццы погреем в духовке, как и заведено. А кусочек мы ответили, чтобы попробовать его погреть в микроволновке. Потому что не у всех есть духовка. И мне интересно, можно ли примерно того же добиться эффекта, который есть в духовке от микроволновки. В общем, 5-7 минут, а для вас секунда. Пицца 4 сыра 790 рублей в двух вариантах. Это более пышный вариант из духовки и более такой румяный. Это вариант, естественно, менее привлекательный. Но тоже, как бы, сыр тянется, температура высокая. Я думаю, что это тоже, в принципе, можно есть. Конечно, будет не так по виду, по крайней мере. Но в любом случае, не отравитесь сырым тестом. Тесто подпеклось, хрустит, пицца режется нормально. Ну, тоже сырочек тянется, пар идет, тесто вздыбнулось. В запахе тут только горгонзола, процентов 8 и запах, а это как раз-таки этот сыр. Это пицца сама по себе, но любитель. То есть, если салями был более стандартный вариант, как бы, для всех, то здесь только для любителей вот этого вонючего и недешевого сырка. Объективно, если говорить, очень хорошо. То есть, хрустящее, хорошее тесто, правильное, близкое к итальянскому. Много разного сыра. То есть, общая такая сливочность, вкус, в меру солоноватость. То есть, это можно есть смело тем, кто любит прям сыр. Здесь, конечно, тесто похоже на полуфабрикатное из сетевых магазинов. Ой, и здесь прямо у нас липко, мокро. Естественно, тесто не пропеклось, а просто нагрелось. Этот тренд в теории мог быть для перекуса, но 790 рублей платить и греть микроволновки – такое себе удовольствие. Ну, да, резиновенько, сырно. И вот, если бы я не знал цену, я бы сказал, что это пицца из Ашаны, как-нибудь ресторанта 4 сыра, там, за 250 рублей. То есть, это вот ее красная цена. Здесь, опять же, чуть-чуть прилипло, но чувствуется благородство вкуса. И по виду тоже очень хорошо. Не самая моя любимая пицца, поэтому как-то ее излишне хвалить я не могу и не хочу. Но салями была прям очень-очень достойна. Если рассудить, доставку мы обычно заказываем, когда хотим есть. Тут идет полтора часа. Цены здесь ресторанные. То есть, либо нужно готовить, либо она приезжает холодной. Еще важный момент. Минимальная стоимость доставки – 2000 рублей. То есть, как минимум три пиццы нужно заказывать. А если вы один живете, или у вас семья малоежек. То есть, три пиццы сразу съесть нереально. Полуфабрикат тоже интересно может быть, но не на каждый день. Потому что, в любом случае, большинство из нас с вами заказывает еду, чтобы тут же прям поесть. Не готовить еще дополнительно, а вот прям здесь насытиться. Поэтому, в данном случае, доставка из ресторанов, она имеет место быть, но проигрывает в конкурентной борьбе с сетевыми уже магнатами, которые много лет на рынке доставки. На самом деле, ситуация сложная и патовая. Ресторанам нужно как-то зарабатывать. И даже те, кто раньше о доставке не помышлял, сейчас ей страдают. Холдинги пытаются сделать единый сервис доставки, что правильно. Но здесь, так же, как и в случае с крабами-кутабами, все в лучшем случае на троечку еда. На второй день к пицце не привезли ни одной салфетки. Кстати, о крабах-кутабах. Знаете, как они отреагировали на мой обзор? Никак. Ноль реакций. Тишина. Полный штиль. Надеюсь, ресторан Абломов хотя бы как-нибудь отреагирует. Можете, кстати, кинуть ссылочку на обзор в директ. На всякий случай. Давайте дотерпим уже эти пару недель, и все будет хорошо. Дай бог. Это Люба говорит. Лучше всех. Макс Бранд. Пока. Субтитры подогнал «Симон»